Бонжорно, рогатси! Сегодня готовим супа де лентикке. Вот красиво. Красиво по-итальянски. Вообще могу сколько угодно слушать, когда как итальянцы разговаривают, говорят вообще. Суп из чечевицы итальянский, как вы уже поняли. Вот чечевица, главная героиня. Супа де лентикке. Красота. Ну, поправите меня, если я что-то там неправильно акцент сделал. Но, в принципе, я представляю, как итальянцы говорят, потому что в Италии был раз, наверное, 40 или 50. И объехал ее практически всю. Начиная от Триеста и Венеции, заканчивая Сан-Ремо, Бари, Сицилия. В общем, не был только, наверное, на Лампедузе. А так был практически во всех крупных городах и мелких городах, во многих столицах. Поэтому я знаю итальянскую кухню, ну, очень хорошо знаю и Италию, и итальянскую кухню. У меня там много друзей. И по бизнесу я туда ездил, и учиться ездил, и чего только я в Италии не делал. Значит, сегодня готовим суп из чечевицы. Для этого нам нужно, естественно, чечевицу, которую я уже вам показал, немного картошечки, опять разлил, ну, что такое. Значит, помидоры в собственном соку. Можно взять свежие, но я возьму сразу же в собственном соку. Прямо взял вот 800-700 граммовую банку на 6-литровую кастрюльку. Килограмм-полтора килограмма говядины возьмем, хорошие прямо такое вот, потому что итальянцы знают толк в мясе, это 100%. Значит, возьмем одну морковку среднюю, два вот таких продолговатых перчика, заостренных, как я называю, два болгарских перца. Значит, лук один, много не надо лука. Ну, естественно, куда без трав итальянских. Значит, возьму я базилик фиолетовый чуть-чуть, базилик простой и мяту. И еще, да, оливковое масло, естественно. И вот такая же штука остренькая. Здесь, видите, нету ничего чили-острого. Эта штука называется перончини в оливковом масле. Значит, первым делом у меня на плите стоит вот столько в кастрюле воды. Я туда отправляю нашу чечевицу. И как только она закипит, сниму пену и отправлю туда большие куски картошки. Значит, пошел я выкладывать туда. Кот культурный, видите? Вот посмотрите, он сидит в сторонке, заявился. Делает вид, что ему как бы пофиг. Но он хочет только, потому что лапками так раз-раз-раз-раз топчет, сидит. Ну, я ему, естественно, он знает, что я не брошу друга. Я ему вот такой вот тартар сделаю мелкий. Мы сделаем сразу же. Это первый итальянский суп, но я думаю, что, ну, как минимум штук 10 мы точно сделаем итальянских супов. А может и больше. Потому что там в чем проблема наша. Мы думаем, что это там только пицца и все прочее. На самом деле это не так супы делаются, но это домашняя еда. А так как наши туристы по домам к итальянцам, естественно, не ходят. И в большинстве случаев, я имею в виду, и не знают, что какие там потрясающие супы готовятся. Поэтому мне пришлют. Я попрошу своих друзей прислать рецепты. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Так, ну что, я вот чуть-чуть буквально пойду поставлю это все дело так. Мы обжарим. И одновременно там у плиты поставим, надо положить будет прямо вот на этой же доске, крупную картошку надо будет порезать. В этот суп надо порезать крупную картошку. Кто едой играет, Джаз? Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Друг мой. Друг мой, кто играет едой? Ну что, ставим нарезанную говядину на плиту. И нарезанную картошечку выкладываем в чечевицу. Чтобы она там вместе с чечевицей в слегка подсоленной воде, она уже обваривалась, варилась. Ну вот там как раз кипит, в кастрюле чечевицы уже обвариваются. Я закладываю туда крупно нарезанный картофель. Все, заложил. А сюда ставим прямо мясо. Раз, на резкий огонь, на большой огонь. И обжариваем его быстро на оливковом масле. Да, что-то прямо я много прям положил, полтора килограмма там. Хотя эта тема такая густая очень. Нарезаем лук. Сразу же наливаю масло сюда, оливковое, и надо его пассеровать. Обрезаем просто перец. Вот так вот мелко даже, я бы сказал. Не крупными кубиками, а помелче. Так, эту штучку сюда, и вот этот тоже так же. Нарезаем морковь. Нарезаем чеснок. Раздавили. И нарубили вот так вот. Крупно-крупно чеснок. Не надо мелчить, не надо мелчить. И быстренько погнали закладывать все в сковородку. Погнали. Тяжело найти неподготовленному человеку, там без знания языка, в Италии какой-то такой ресторан, где бы подавали там суп какой-то. Это такая больше действительно домашняя тема. Но такие рестораны есть. Мне там по знакомству говорили, подсказывали, я ходил. И получал, конечно, удовольствие. Бульон фактически. Вода. Мы же туда не наливали воду? Не наливали. Эта вода вышла из мяса. Вместе с небольшим количеством масла, которое там было. Оно там как бы встретило это все. Там немного масла, совсем чуть-чуть. И вот сейчас мы будем уже вот сюда. Вот. Здесь она. Ага, вот так вот. И здесь накрываем все крышечкой. Минут на 5-7. Вот здесь надо посолить мясо. Как-то едем из Бари в сторону, в сторону Солерно. Солерно приезжаем из Бари в Солерно с Ириной. После вот как раз одной из паломнических поездок на машине взяли. Едем. И приехали вечером в Солерно. Думаю, надо поужинать. Там набережная, центр. Поставили машину и пошли погулять. Там красиво, светло. И в одну из маленьких улочек зашли в маленькую кафешку. Где одна мама, ну такая полная женщина, средних лет, готовила еду. Ну просто вот. Четыре стола, маленькая кафешка. Она там поет. Не слышит, что кто-то пришел. Официантов нет. Таких, несмотря на то, что центр, ну вот в сторону отходишь буквально там метров 50-70 и там уже тишина. То есть центральная улица идет в одну сторону, а вот тут в какую-то такую полуподворотню мы такие зашли. Там мы, в общем, встретили такую замечательную кафешку. Так нам там эта мама вынесла. Она английский не знает. Мы, соответственно, итальянским тоже владеем так условно. И вытащила такую еду потрясающую. Пасту там. Все это. Это вообще с ума сойти. Я до сих пор это помню. И на центральных улицах, в ресторанах бывает такое не найдешь. А найдешь именно в таких маленьких кафешках. И если вы найдете, когда поедете, это, конечно, большая удача. Мы уже показывали. Смотрите, какая красота. Вот. Вот она. Вот она. Вот красота какая. Вот. Помидорки. Помидорки в собственном соку. Они продаются в любом магазине. Все это прекрасно знают. Это не маринованные. Это именно вот берите в собственном соку, чтобы они как бы... Вот, видите, какая штучка. Вот она. Куда нам в итальянском супе, да еще и без помидор. Они даже ярче будут, чем были бы свежие помидоры. Видите, надо их проткнуть просто. Вот так вот раз. Разрезать. Они сейчас обвариваются будут. Мясо не забудьте подсолить. Подсолить. Солить тут вот пока не надо, потому что там есть помидоры в собственном соку. А это консервант. А он уже соленый, я думаю. Вот. И мясо не забудьте подсолить. И вот сюда мы порвем базилик. Сюда прямо раз, раз, раз. Можно даже и мяту, соответственно, и тот, и другой. Сюда прямо. Раз, раз, раз. Так вот. Чуть. Частично. Частично будем закладывать уже в тарелку. Значит, и мяту обязательно. До конца обжаривать не обязательно. Можно обжарить просто, ну, так, на одном, один бачок, так, чтобы, ну, было почти, условно говоря, там, до полуготовности. Вот это чили, вот эту вот пасту можно заменить перцем чили по вкусу уже. Посмотрите, можно порошком чили сюда бахнуть. Можно, значит, просто чили перец туда порезать. Ну, в общем, сможете это все делать. У меня просто вот эта штучка есть. А так как я небольшой фанат чили, я ее сейчас буду потихонечку сюда использовать. Вот такую вот буквально раз. И вот для смелости вторую. Надеюсь, что я тут не испорчу ничего. Вот, и перемешаю. Сейчас что делаем? Мясо поднимаем, это убавляем, это передвигаем, это выключаем, и сюда, здесь чуть-чуть разгоняем, и сюда начинаем выкладывать мясо. Видите? Хлоп-хлоп-хлоп. И сковородочка чистая, видите? Оп, сковородочка чистая. И вот это, видите, у нас как все получается красиво. Вот. Перемешиваем в сковородке, значит, в кастрюле у нас чечевица, картошка и мясо. А сейчас туда пойдет все остальное, все остальное. Посмотрите, какая красота. Аккуратно, 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 аккуратно. Оп. Ой, какая густота наша, фирменная густота. Посмотрите, какая красота. Вот оно, вот оно. Добавляю сюда кипяченой воды до нужного объема. Не хватило нужного объема. Ну, в общем, наливаем в кастрюлю воды до нужного нам объема и нужной густоты. И, наверное, минут 40 точно должна постоять кастрюлька. Дойти. Ну, если час постоит, ничего страшного. Итальянский суп из чечевицы. Пожалуйста, встречайте. Готов. Вот такая красота. Да, сейчас мы будем его пробовать. Настоящий такой нажуристый суп. Он горячий. Мясо готово. Значит, что первое? Суп итальянский. Мясо есть. Говядина готова. Помидоры обалденно сделаны. Отдали свой вкус вот этот сок в суп. Значит, ничего такого. Вот базилик, кстати, и мята дали легкость. Дали свой цвет. Дали вот этот наш, ну, как бы стандартный итальянский такой вкус. Не представляю, как можно было бы это сделать без базилика и мяты. Когда будет делать, сделать обязательно. Картошка проварилась, все хорошо. Режьте ее большими кубиками. Все остальное, все на месте. Все просто замечательно. Ну вот, прикоснулись мы и к моей любимой, всемирно любимой итальянской кухне. Тут даже вопросов нет. Вот, пожалуйста, первый представитель целой серии итальянских супов, которая выйдет у нас на канале, обязательно в порядке. Вот суп из чечевицы с говядиной. Готовьте по этому рецепту. Ставьте лайки, комментируйте. Переходите по ссылке, она самая первая нашего генерального партнера модного дома Алисия Фиори. И приходите еще, смотрите новые видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok